В течение года представители силовых структур и правоохранительных органов Мордовии принимают участие в спартакиаде спортивного общества «Динамо». Позади уже 10 видов. И вот последний решающий этап спартакиады – выявление победителей и притёров соревнований по спортивному самбо. В турнире принимают участие 6 команд. Это примерно 50 спортсменов, которые разыгрывают награды в 8 весовых категориях. Число участников довольно скромное, но уровень спортсменов по-настоящему высок, так что зрители не увидели ни одного проходного поединка. Мастера спорта, действующие спортсмены. Также очень много кандидатов в мастера спорта принимают участие в данных соревнованиях. То есть встречи все интересные, техничные, волевые. Участники сегодняшних соревнований не просто борются за места на пьедестале. Здесь также идёт отбор сборной Мордовии, которой уже через неделю предстоит отправиться в Ярославль для участия во всероссийском чемпионате общества «Динамо» по самбо. Кроме того, итогом соревнований станет окончательное распределение команд в общем зачёте «Спартакиада» нынешнего года. Чемпион «Спартакиада» определился уже давно. Им в очередной раз стала команда МВД. А вот за серебряные медали до последнего шла упорная борьба между командами УФСИН и ФСБ. В том, что сборную УФСИН удастся выиграть командные соревнования по самбо, мало у кого были сомнения. Данный вид спорта является для сотрудников Управления Федеральной службы исполнения наказаний профилирующим. И именно за эту команду выступают ведущие самбисты республики. «Интересно. Даже эти соревнования бывают сложнее, чем соревнования более высокого уровня, потому что соперники не знают, с чего от них ожидать». Самбисты УФСИН в итоге оправдали прогнозы и выиграли соревнования в командном зачёте. А вот сборной ФСБ выполнить программу «Минимум» войти в тройку не удалось. В общем зачёте спортсмены Федеральной службы безопасности финишировали четвёртыми. Вслед за сборными МВД и Росгвардии. Это означает, что серебро «Спартакиада» Динамо достаётся команде Управления Федеральной службы исполнения наказаний по республике Мордовия. А на счёту команды Федеральной службы безопасности «Бронза». «Спартакиада» подошла к концу. Однако в календарном плане спортивного общества «Динамо» ещё немало запланированных мероприятий. Помимо «Спартакиада» мы проводим, согласно данному плану, мероприятие. Вот до неё сотрудник органов интернет-дела у нас запланирована стрельба среди ветеранов, динамовцев. Мероприятие с подшифрованными школами-интернатами – это весёлые старты. И также мы проводим совместно с Федерацией художественной гимнастики первенства «Динамо» по данному виду спорта, по художественной гимнастике. Анастасия Мишкина, Александр Зюзяев. Наши новости.